В древние времена Лумия была прекрасной и мирной страной. Но некоторые лумяне отвернулись от законов любви и добра и выбрали другой путь. Тогда настало царство тьмы. Видя это, Всевышний посылает своего сына принца для спасения Лумии. Но властелин тьмы убивает принца в темном лесу. Кина и я видели это, за что нас стали преследовать. Но принц не умер, Всевышний воскресил его. И этот день изменил всю нашу жизнь и стал началом приключений в нашем королевстве. Приключения в королевстве. Седьмая серия. Так, Даггер ровнее. Готовимся к приземлению спокойнее. Не так уж плохо. Почти точное приземление. О, я залетел в самую глубину чаще темного леса. Где-то здесь должны быть те самые корешки, о которых мне говорило его злодейство. О, где же они? О, извините за беспокойство. Посмотрю-ка я вот здесь. Ого. А-а-а. М-м-м. О, где же они? Вот они. Ага, точно они. Это именно те корешки, о которых мне говорил мой повелитель. О-хо-хо, это они. О-хо-хо-хо. О, какие они крепкие. Господин Зордок считает эти корешки чудодейственными. А интересно, что бы это значило? О-хо-хо-хо-хо. А? А? Доброе утро. Остенные жители Лумии, не проходите мимо. Вот вы, молодой человек, подойдите сюда. Интересно, о чем это он? У меня для вас есть чудесный корень поразительных свойств. Ну разве о нем все расскажешь? Вот только одно из этих качеств. Причем чистейшие прадо, почтенные граждане, вы не видели ничего подобного. Вот лучшая зрение, слух. Вы с ним станете против. Ой, извините, пожалуйста. Ты посторожней. Ой, извините. У этого удивительного корня неограниченной возможности. Как ты думаешь, не купить ли нам этот корень? Да, замечательно. Но одобрит ли Всевышний наш выбор? Что-то раньше я слыхом не слыхивала об этом корешке. И я. Да что вы, ну Всевышний будет доволен. Ведь он хочет только того, чтобы лумяне были счастливы. Конечно. Но он же обещал вам, что жизнь все время будет идти к лучшему. И к тому же этот корень натуральный. На сто процентов. А, на сто процентов натуральный. Ну тогда он просто не может быть плохим. Ты как думаешь? Ничего подобного в этих местах раньше не было. Откуда же он взялся? Видев прям, и раньше я этого корня тоже не видел. Действительно, откуда он взялся? И почему это мы должны тебе верить, а? К тому же, насколько известно, это, быть может, запрещено магистром. Вот, вот, совершенно верно. Нет, нет, магистр Питц дал разрешение на продажу. Разрешил. А вон и магистр Питц. Да, если бы этот корень был вреден, он бы давно арестовал меня. Хм, ну, если уж магистр Питц одобряет. Даже не знаю. А что мы так переживаем? Давайте все возьмем и попробуем. Ну что вы там шепчетесь? Ну что, подойди сюда, молодой человек. Слеп, посмотри, этот корешок. Ой, что, что, я что ли? Я пришел с виноградом. А ты что здесь делаешь? Ну, знаешь ли, видишь ли, тут такая штука. О, извините. Ты куда направляешься? Вообще-то никуда. Я хотел только взглянуть на эти корешки, господин. Мне было не видно их просто. Не видно? Правда, совсем не видно. Вот это да. Ну и что, теперь лучше видишь, а? Да, конечно, господин, да, лучше. Вот видишь, уже помогло, уже прозрел. Теперь можешь и попробовать. Нет, я не хочу, как-нибудь в другой раз. Я, конечно, в другой раз. Знаешь, если бы я не знал тебя, я подумал, что ты струсил. А, чего тут бояться? Конечно, это ведь и какой-нибудь жалкий трусишка. А настоящий гражданин леса в луке. Я струсил. Может, я и попробовал бы его самым первым. Да только я, понимаешь, кто-то мне, конечно, только у меня... Нет с собой денег, у меня нет просто. В этом вся причина. Да. Ага. Если бы они у меня были, я бы, разумеется, купил корешки, но у меня их нет. Не беспокойтесь, молодой человек. Ну, о чем вы говорите? Деньги, ну, выкиньте это из головы. Раз вы изъявили желание стать моим первым покупателем, я знаете, что вам скажу? Что я от всего сердца, от всей души отдаю вам, молодой человек, этот корешок совершенно бесплатно. Как это? Зачем это? Вот кино. Конечно. Гарба, ты же ничего не теряешь. Бери, бери. Хорошо, ладно, я попробую. Попробую, попробую. Давай, давай. Подожди, Гарба, не спеши. Чего ты суешься? Подумаешь, попробуем, что тут бояться-то? Тем более, тем более, что магистр Питц это одобряет вообще-то, а? Гарба, мы же ничего не знаем об этом корне. И что с того? Ну, Лумянин, берешь ты или не берешь? Решайся ли, шагай отсюда. Хорошо, давай, давай, давай. Все-таки я попробую этот чудодейственный корень. Не надо, Гарба, не надо. Хорошо, и никаких проблем. О, ты сделал правильный выбор, обитатель леса. Благодарю вас. Значит, тебя зовут Гарба? Верно. Ты молодчина, Гарба. Теперь мы станем с тобой закадычными друзьями. Друзьями, уже слышали? Теперь мы будем друзьями. Да, да, закадычными друзьями. А, Ифрэм, удивительный корешок, какая теплота, спокойствие. А я беспокоюсь, Гарба, уж больно странный и продавец, и этот корешок, он так навязывает свой товар. Чего ты переживаешь? Брось ты, я вижу, тебе плохо делается, когда другим хорошо. А, как он вернулся? О, Кум, ты вернулся, как хорошо. А где виноград? Забудь о винограде, детка. Взгляни лучше на этот дивный корешок. Сегодня на базаре один лумяниным торговал. Он сказал, что все, кто его попробует, почувствуют себя совсем по-другому. Лично я попробовал, на мой взгляд, жизнь переменилась. Как это? А ты уверен, что он целебный? Боюсь, папсу это не понравится. Ну, что вы так суететесь? Всего-то разок уснул, и жизнь стала так прекрасна, так хороша. Этот корешок может сделать любого таким, каким он захочет. Скажем, ну, вот ты захотела быть... А вдруг ты станешь, ну, вот, например, овощем и все? Да, и ты тоже смог бы стать овощем. Зачем тебе быть покумом-то? Овощи все тут. Это ведь так прекрасно, лумяне. Гарба, что с тобой? Ты сам не свой. Ты права, Кина. Он сегодня не похож на себя. Это точно, лумяне. Сегодня мы с моим удивительным корешком попали в царство благодельствия. А мне кажется, в царство сплошного безобразия. Помнишь, Гарба, однажды принц сказал... Да ладно тебе! Что не все может быть так прекрасно, как кажется на первый взгляд. И я боюсь, здесь что-то не так. И ты сильно рискуешь. Да ну тебя, опять ты со своим принцем. Пошли, Валя, отсюда. Этот Покум обыкновенный неудачник. Зато теперь и со мной всегда будет чудодейственный корешок. Настоящее сокровище луми. Мне очень беспокоено, Покум. Здесь что-то не так. Да? Ты права, Кина. Надо обо всем рассказать папсу. Что рассказать папсу? Да. Все так странно, папс. Сегодня на базаре один лумянин торговал какими-то чудодейственными корешками. Он говорил, что эти корешки переменят всю нашу жизнь. Говоришь, удивительный корень? А какой он? Ну, он такой желто-фиолетовый. Желто-фиолетовый? Это не чудодейственный корень. Это ужасный корень. Кто-нибудь его пробовал? Да, конечно. Многие лумяне. Даже Гарба попробовал. Он сказал, что чувствует себя прекрасно. Но только какой-то он странный стал. Да, он такой веселенький. Ну, не то, что раньше. Этот корень может принести людям радость, но ненадолго. Он очень опасен. Растет только в самой глухой чаще темного леса. И обладает страшной силой воздействия. Но проходит время и весь организм человека разрушается. Ой, я подумал об этом, когда торговец сказал о разрешении магистра питься. Неужели? Нужно найти Лалей и Гарба и предупредить их. Тот, кто пробует этот корень, подвергается большой опасности. Ужасно. Ах, тираны вернутся. Твоя миссия закончилась успешно. Просто великолепно. Прямо как вы предсказывали наше злодейство. Ты убедил этих глупых лумян, что корень даст им все? Да, конечно, мой повелитель. Они попались на крючок. Когда я уходил, они танцевали прямо на улицах. Скоро они будут просить эти корешки. А потом еще. Да, еще. Прекрасно. Превосходно. Вот тогда я и появлюсь, чтобы дядя им еще этого корня. Ха-ха-ха. Ой. Ай-я-я-я-я-я-я. Не лети прочь. Где это я? Неужели в огороде? Не может быть. Что это? Я превратилась в помощь. Ой, лали Локум, локум Помоги мне, я больше не хочу быть овощем Все в порядке, лали Ты совсем не овощ Успокойся, не волнуйся Ай, Покум, ты был прав Этот удивительный корень совсем не чудодейственный Он ужасный, ужасный Гарба, осторожней Надо же, как высоко Да ладно, спокойно, ребята Не переживайте Хотите послушать анекдотец Один цыпленок говорил, что в юности Он был самым красивым желтком на свете Ну, Гарба, не знал, что ты такой смешной Может, это и забавно, Гарба Но лучше спускайся вниз, пока не разбился Эй, не собираюсь падать Я совершенно спокоен И все это из-за этого чудесного корешка Смотрите Без проблем Я, ха-ха-ха О-ха-ха Гарбо Что ты? Куда? Да так Хе-хе Какой же я дурень Вы не находите? Да-да, находим, находим Ну, ладно, ребят, пошли Надо же, совсем не узнаю Гарбо Это какой-то странный корень Пошли, ребята Мне хорошо сейчас И так прекрасно На корень грязь не лейте вы напрасно Посмотри, народ честной Я сегодня сам не свой А всего там пожевал Корень удивительный И сразу стала жизнь вокруг Просто восхитительная Эй, вы куда пошли-то? Вы только послушайте Я был твым, как пень И слушал всех подряд Теперь жую весь день Пою и жизни и рад Гарбо, Гарбо, остановись Хотите сразу полететь Отсюда прямо в рай Вам стоит только захотеть А ну, давай, давай, давай Давай, 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 давай Гарбо, осторожно Там яма Галпа Ай, плевать я хотел На это страшилище А никого я не боюсь Давить лишь Галп ужасен Хотя вчера он, признаюсь, Был страшен и опасен А ну, в чем вопрос Секрет тот прост Принять немного корня И будет всем привольно Гарбо, Гарбо Да уж, конечно, Гарбо Секрет тут прост Ай, кто хочет сразу все иметь Попасть в страну мечты А не пахать и не потеть Попробуй корня ты Ну что, слабо, ребята? Желторотые цыплята А что? Ну, я, пожалуй, попробую Гарбо, намс Вы с ума сошли Остановитесь Какой чудесный корешок Ты с ним поймаешь, кайф, дружок А? Прекрасней всех на свете Вот этот корень, дети Вот этот, вот этот, вот этот Корень, дети Какой чудесный корешок Ты с ним поймаешь, кайф, дружок Давай попробуй, корешок Какой чудесный корешок Ты с ним поймаешь, кайф, дружок Давай попробуй, корешок Не верю я вам, ребята Ну что, Напс, забалдел? О, балдею Дед, вы совсем спятили Напс, Карбо, совсем помешались Пора идти домой Я хочу повеселиться Причем-то домой я только начал Да какое, может быть, и веселье Базар уже закрыт Тебя будут искать Иди домой Пошли, Напс, а что если нам взорвать эту палатку с виноградным соком, а? Пошли, пошли, пошли Ну, прямо как дети, а? Девяносто восемь, девяносто девять Сто, сто серебряных крон Что скажешь о нашем новом бизнесе? Неплохая выручка Для одного дня, правда? Еще никогда счастье других людей Не оплачивалось так щедро, а? Правда, сегодня на улицах Лумии Происходили странные вещи Как ты думаешь, этот корень безобидный? Ну, конечно, совершенно безобидный Это всего лишь маленький Стимон К хорошему настроению Вот и все И к тому же он приносит огромный доход Да, я понимаю Ах, ваше королевское величество Как вы богаты, ваше королевское величество А разрешить придворному стражу вам доложить? Чего это ты? Я не вызывал тебя Не вызывали? Хе-хе-хе-хе Тогда я просто пришел доложить Что в замке, ну, все в полном порядке И я, ваш верный страж Напс Совершенно не сплю А стою на посту Вон за той дверью Дверью Вот и закрой ту дверь с другой стороны Есть, ваше, есть Напс, живо! Даггер, ну как тебе этот Турианин? Что стоит на страже? Что-то у меня сомнения заказываются По поводу твоих корешков А ты уверен? Пицц, дружище, ты что, мне не веришь? Как можно провести такого проницательного человека, как я? Кар, кар, кар Разумеется Это все твое, мой королевский друг Все Все, спасибо Да, за счет нашего общего предприятия Хе-хе-хе Почему ты плачешь, Лаля? Не знаю Слезы сами льются из глаз Хе-хе-хе Как ты себя чувствуешь, Лаля? Она очень подавлена Ты должна мне обещать Что никогда больше не будешь даже пробовать эти корни Тоже мне чудодейственный корень Всевышний предупреждал нас Эти корни опасны Они растут в самой глубине леса И плохо тебе от этих корней Хе-хе-хе О, Папс, извини Я больше никогда не буду даже в руки брать эти корни Нигде не могу найти Гарбо Мы должны найти его, пока не стемнело Ты права, Кина Давай пойдем к утиным скалам Может, Гарбо направился к водопаду? О, я должна пойти его искать Возьмите меня с собой Я, я должна ему сказать Что, что эти корешки очень вредные Очень Нет, Лаля В таком состоянии ты никуда не можешь идти Кина посмотрит за тобой, пока мы не вернемся Хочешь, я приготовлю тебе большую миску овощного супа? Нет, овощного Только не это Пожалуйста, нет Ой, извини, я забыла А как насчет чашечки крепкого чая? О, это было бы здорово Хе-хе-хе Да, чашечку чая Я должна отправиться на поиски Гарбо Ох О, надо смотреть повнимательней Он должен быть где-то здесь Гарбо Гарбо Где ты? Гарбо, Гарбо, это ты! Гарбо, Гарбо Гарбо Ох, ой, ой Кто там? Я совсем ничего не вижу Где это я? О, нет Папа сказал, что может случиться нечто непоправимое Если ты будешь кушать эти крючки? Ох, ой Ох, ой Ох, ой Услышь меня Помоги моему другу Гарбо Он не ведает, что творит Это правда Чистая правда Ой, сплошная темень в глазах Лаля, мне страшно Ох Не бойся Я тебе помогу Я сейчас же вернусь Папс Папс Сюда Быстрее Папсик Горфик Посмотрите, я сейчас перелечу вон туда Ловите меня Ловите Осторожней, хозяин, осторожней Ого 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 Да хорошо, Бось Нам нужно отводить время для собак посидеть Время идти Осторожней, хозяин Вы уже на краю ямы Галпа А он с утра не кормлен О, что вы так беспокоитесь Немножко поразвлечься Это даже не плохо Все будет великолепно Верно Кто же будет бояться старика Галпа Ой, ой Вытащите меня отсюда Вытащите Казаин Вы соскальзывайте туда Сам знаю, что соскальзываю, дурья башка Давай тащи Я тащу Милашечка, Галпик Галпик, душечка Ой, ой Тащите меня Скорей отсюда Ой Нет больше сил Скорей же Смереться в яму Ого А чего ты волнуешься Я думаю, что Галп сумеет переварить его тушу К тому же появится шанс Стать магистром О, об этих соображениях следует посоветоваться Зорда Капу Очень сокровенно Тащите, тащите Отнесите меня в тронный зал Даггер мечтает стать магистром Ха-ха-ха Никто не будет магистром, кроме меня И вот что еще Чтобы ни единое существо не прикасалось к этим подозрительным корням Разыскать их и уничтожить Они небезопасны От них поступки лумян становятся непредсказуемыми Абсолютно непредсказуемыми Уничтожить их Быстро Точно, босс О, мой бедный маленький друг Посмотри, что с тобой случилось К счастью, у тебя есть друзья Которые так искренне о тебе заботятся А теперь волею Всевышнего Да восстановится твое зрение Возможно, теперь прозрев Ты поймешь опасность этих вредных корней Папс Сей сюда Вон он Вот у этого дерева Гарбо Мы уже здесь Ты в полной безопасности Ты спасен Да, да Спасен Только потише, пожалуйста Так разламывается голова Гарбо Ты уже видишь Как это произошло Когда я уходила Ты был совсем ослепший Как хорошо Я теперь все вижу вокруг Эти корешки Приносят людям зло Но как же ты все-таки прозрел Как? Не знаю, что это было Сначала сплошная темень Хоть глаз выхали И так страшно Потом откуда-то появился свет И кто-то подошел Чтобы помочь мне Это я была Я Правда, Гарбо Я нашла тебя И... и... Да нет же Ты пришла потом Как только ты ушла от меня Кто-то еще подходил Мне кажется, это был Принц Всевышний Ай, принц! Тебя нужно отвезти домой, Гарбо Уже вечер Тебя показалось, что ты Говорил с принцем Всевышнего А Лаля почудила, что она превратилась в овощ Какой странный корень Ну а что дальше? В овощ? Да Ну я потом тебе расскажу об этом Давно пора идти домой Я так ослаб Хочешь подкрепиться? У меня есть пирожок с изюмом Терпеть не могу пирожки с изюмом Но если ты их сама испекла То, думаю, маленький кусочек Мне не повредит Кажется... Ну пошли! 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 Может, теперь, Гарбо Ты сумеешь познать истину? Да, я смогу Ты с кем говоришь, Гарбо? Ничего Пойдем домой А ведь ты прав, пап Сегодня был такой длинный день Пойдем А ведь ты bromствас Да, длинный день этих Я помню Субтитры подогнал «Симон»